быстрый тирамису или ленивый тирамису. Для этого нам понадобится обычное простое печенье. Вместо крема маскарпоне у нас здесь творог взбитый со сметаной и сахаром. Я сварила кофе для обмакивания печенья и для обсыпки какао золотой ярлык. Вот такой вот десерт очень быстрый. Это называется тирамису на скорую руку. Сейчас его быстренько приготовлю. Итак, у меня вот такая вот тарелка стеклянная. Обычное простое печенье. Крем. Это творог, сметана и сахар. Все я взбила. Настоящий творожный крем. Очень даже вкусный. Очень хорошо взбился сахар. Творог вообще взбился в такую пышную пену. Я сварила кофе, чтобы обмакивать печенье. И у меня вот такой вот есть какао золотой ярлык для обсыпки. Я сейчас буду печенье брать, обмакивать быстренько в кофе и складывать в эту чашку. Я как-то раньше помню, я делала уже этот тортик. А вообще он есть в интернете. Называется быстрый тирамису или ленивый тирамису. Обычно делают как положено. Покупают печенье савоярди, делают крем из сыра маскарпоне. Но у меня все простое, все по-простому. Я выложила слой печенья, обмакнула я быстренько в кофе. И сейчас я добавляю первый слой этого творожного сметанного крема. Чтобы конечно сделать настоящий турк тирамису, это надо поехать в магазин, купить печенье савоярди, купить сыр. Там же добавляется еще в рецепте в кофе. Добавляется либо коньяк, либо какой-нибудь другой напиток крепкий для вкуса. У меня все проще, все по-простому. Это все нам толстушкам можно кушать утром, с утра. В общем вот так вот все это выкладывается. Я беру печенье, обмакиваю кофе и быстренько-быстренько я выкладываю. Вот так вот. Беру крем и выкладываю на эти слои. Здесь у меня полторы пачки. Пачка печенья стоит 30 рублей. Вот и посчитайте. Сметана и творог. Зато какой десерт будет. Десерт будет просто десертный, обалденный. Сейчас мы так все заложим, все пустоты. И будет очень даже прилично. Вот. Завтра утром, когда я проснусь, я с удовольствием на завтрак покушаю этот торт. Засыпаю какао и засыпаю таким вот макаром. Очень даже будет все оригинально. Вот такой вот получился тирамису из простого печенья, из творога и сметаны. Вот такой вот. Я его сейчас поставлю в холодильник, а утром можно уже его покушать. Вот такой получился у меня тирамису. Ему нужно сейчас настояться. Стоять он будет у меня до утра в холодильнике, пропитается хорошо. Так, по краям, видите, все у него, сейчас он все это пропитается. Там печенье. Утром. А утром его можно будет уже пробовать. Такой тортик я взяла из книги «Минус 60» Екатерина Мириманова. Я в этой группе, честно говоря, уже давно, уже несколько лет, когда я только в эту группу вступила, я очень хорошо выполняла все требования, которые там требовались, все правила соблюдала этой группы. Я думаю, что многие с этой группой знакомы, это группа «Минус 60». В этой книжке очень много рецептов, тут практически одни рецепты. И такой торт я взяла рецепт именно из этой книги. Он так и называется. «Керамису. На завтрак нам можно все». То есть мы, все толстушки, все пухляшки, мы на завтрак, здесь так Екатерина Мириманова, она так в этой книге рассказывает, на завтрак нам можно все. Мы утром можем есть все. Вот утром проснулись, мы можем кушать и торты, и печенье, и мороженое, и варенье. На завтрак нам можно все, поэтому я этот рецепт, этот торт я взяла из этой книги. Кто хочет поближе познакомиться с Екатериной Миримановой, просто наберите ее в интернете. Она есть везде, вы много узнаете, посмотрите много роликов, много информации об этой женщине. Есть группа, я в этой группе очень давным-давно. Вот, поэтому почитайте, посмотрите, узнаете много рецептов.